Ученица девятого класса Александра Квашнина склонилась над верлоком. Девушке нельзя отвлекаться. Согласно конкурсному заданию, за три часа нужно шить из льна платье в стиле боха. За работой школьницы следит эксперт и камеры, которые транслируют видео с площадки на ютуб. У нас критерии существуют. Швы должны быть ровненькие, должны быть сантиметры соблюдены. Раскроенная уже, она обрабатывает все по технологии, как положено. Как в ателье. Она шьет большое платье, большого размера, 48-го. Завтра в 47-й школе пройдет соревнование по компетенции «Столярное дело». Для регионального чемпионата девятикласснику придется собрать рамку из деревянных брусков. Он должен отпилить, сделать разметку, отпилить, сделать четыре заготовки. И после четырех заготовок он должен выпилить проушины, на какой-то детали выпил сделать наполовину, сечения наполовину толщины, подогнать и собрать так, чтобы они точно подходили и была рамка в одной плоскости, без всяких перекосов. В пятом классе начинается тестирование учителями трудового обучения. И мной мы смотрим, ребят, кто, в какое направление уже может пойти. И если мальчик не может в трудовой мастерской работать, то его девочкам швейное дело. Там он тоже смотрит, может ли он работать с машинками, или он может спицами вязать, или вышивать, или шить какие-то игрушки. В региональном этапе Абилимпикса принимает участие семь учеников с ограниченными возможностями здоровья из двух хабаровских школ. Навыки, полученные на уроках труда, помогают ребятам почти в 100% случаев продолжить обучение в колледже или техникуме. В первую очередь, вот эти соревнования помогают ребятам найти себя, приложить свои возможности и способности в таком продуктивном смысле, когда можно что-то сделать руками. И потом, кстати, то, что сделано руками, использовать и в повседневной жизни, и даже учиться это продавать. Региональный чемпионат профмастерства Абилимпикс проходит в этом году в очно-дистанционном формате. Итоги конкурса подведут 30 сентября. Победители поедут на национальный этап, который состоится в ноябре в Москве.